всем привет это каштанов добро пожаловать на мой канал сегодня у нас будет реакция на видео под названием зарплаты в узбекистане казахстане и россии ну ребят тема денег она всегда будет актуально и интересно да тем более мы страны как бы бывшего советского союза до страны соседи и всегда интересно как ну как бы как обстоят дела да вот у соседей то у соседних стран не где-то там далеко за границей там как там как правило всегда лучше даль чем у нас ну есть такая пословица дальше хорошо там где нас нет а вот то что как бы как дела обстоят у соседей как бы я не за у кого как но в принципе иногда такие нет нет вопросы возникают потому что в принципе даже если рассмотреть возможность переезда из страны то ты все равно будешь рассматривать сперва ближний регион я сейчас не про себя говорю а вообще в принципе это также может быть и с вашей стороны как бы с казахстана в россию или наоборот россии в казахстан там ну вдруг какой бизнес или еще что то есть ну тут как бы понятно делал да россия больше по территории там нефтедобыча и все такое но все равно как бы будет интересно я попытаюсь своих осуждениях быть объективным несмотря на то что я живу в россии ну и давайте смотреть но также ребята не забывайте подписываться на канал и так включать колокольчик уведомления ну и закрепленном комментарии и в описании есть ссылки на донат у кого есть желание ребята все в донат погнали привет друзья рад вас всех видеть сегодня у нас будет интересная тема сравним зарплаты в узбекистане казахстане и россии для начала посмотрим официальную статистику по этому вопросу но поскольку у нас официальным данным обычно никто не верит поэтому в дальнейшем поступим следующим образом мы возьмем несколько популярных вакансий например кассир курьер и посмотрим на какую зарплату они могут устроиться в крупных городах по я и для лучшего понимания и сравнения все цифры в нашем обзоре мы перевели в американские доллары по курсу на текущий момент начинаем с узбекистана здесь у нас есть свежие данные от госкомитета по статистике там сообщают что за январь-декабрь 2020 года средняя номинальная зарплата стране составила 253 доллара за год зарплаты выросли почти на 15 процентов самые большие зарплаты узбекистане получают финансисты банкиры страховщики 591 доллар самые скромные зарплаты наблюдаются в здравоохранении 171 доллар регионам то хорошо платят в ташкенте средняя зарплата жителя столичного города составила 379 долларов с этими данными у нас складывается интересная ситуация простой народ люди в эти цифры практически не верят мол это все сказки такое конечно наблюдается во многих странах например в россии люди тоже с недоверием относятся к официальной статистике и если станет как вы недоверие еще выше наверное узбекские чиновники также заметили недовольство граждан по этому вопросу поэтому решили объяснить как у них получаются такие цифры для расчетов они берут все начисленные доходы физлиц по направлению оплата труда и делят их на количество граждан у которых есть трудовые книжки на предприятиях либо в организациях так получается средняя зарплата одного гражданина я скажу свое мнение на этот счет узбекистан страна большая работы на всех действительно не хватает но на мой взгляд если человек сможет официально устроиться на работу с белой зарплаты то у него доход будет примерно соответствовать тому о чем говорят чиновники но проблема в том что многие в узбекистане работают неофициально то есть они получают серые доходы и статистику не попадают соответственно у этой категории граждан мне кажется доходы не будут дотягивать до тех параметров о которых мы сегодня говорили переходим к казахстану бюро национальной статистики сообщает нам что в четвертом квартале 2020 года средняя номинальная зарплата одного работника составила 559 долларов в казахстане самые крупные зарплаты получают люди которые работают в горнодобывающей промышленности гок это например добыча полезных ископаемых здесь в месяц дают работникам больше тысячи 100 долларов низкие зарплаты отмечены в отраслях водоснабжения и сельского хозяйства 348 долларов в региональном разрезе самая высокая среднемесячная зарплата отмечена в атераутской области 904 доллара настала очередь россии у нас есть данные за ноябрь 2020 года средняя зарплата составила 667 долларов на 100 долларов самые большие зарплаты получали люди заняты в добыче нефти и газа 1578 долларов самые низкие зарплаты платят в россии на производстве одежды 278 долларов если смотреть с региональной точки зрения то самые большие зарплаты отмечены в магаданской области 1731 доллар вот ребята сразу остановлюсь на этом моменте вот зарплаты в магаданской области до казалось бы большие да но это крайний север и там к примеру килограмм а сейчас скажу килограмм помидор стоит 800 рублей вы можете представить ну тоже переведите на тенге тенге и офигеете или там укроп до зелень вот это вот все тоже 1000 рублей стоит килограмм от 1000 рублей там фрукты это тоже вообще какие-то космические суммы так что это зарплаты это вообще копейки по сравнению с ценой на про на продовольствие в том регионе так что это такое в основе экономики данного региона лежит добыча полезных ископаемых в частности золото эти зарплаты даже больше чем в москве где люди получали в среднем 1291 доллар мы посмотрели с вами официальные данные а теперь давайте посмотрим что именно предлагает рынок для этого мы взяли крупный портал по трудоустройству у которого есть представительство в трех странах узбекистане в россии в казахстане антр мы сравнили зарплаты которые могут получать жители столичных городов это ташкент нурсултан и москва начинаем с кассира в ташкенте если вы сегодня устроитесь на работу кассиром в супермаркет среднем вам могут предложить зарплату 150 долларов в нурсултане 310 долларов москве вакансий очень много среднем зарплата кассира может составить 610 долларов следующая категория работников это очень востребованные сегодня курьеры с личным автомобилем нужно развозить товары по городу доставлять продукты или еду в ташкенте такой курьер может получить зарплату в двести сорок долларов в мурсултане он может рассчитывать на 480 долларов в москве будет получать 950 долларов москва и дизайн и зарплаты предлагают в москве но и расходы здесь тоже очень высокие за аренду жилья нужно отдать за транспорт нужно отдать жители узбекистана которые приезжают москву на заработки еще и вынуждены оплачивать патент который отнимает очень много средств из кармана давайте еще сравним зарплаты по направлению которая пользуется сейчас во всем мире огромным спросом это программист в какой бы вы стране не жили вам точно предложат гигантскую зарплату например в ташкенте печки программист может в среднем получать около 760 долларов в нурсултане печки разработчику предлагают зарплату в 1080 долларов в москве такой специалист может претендовать на 2000 долларов ребят напишите комментариях кто-нибудь есть на моем канале программисты и вот эти вот суммы соответствует или нет ну правда это видео по моему относительно не свежие давайте посмотрим какого она какого по февраль 2021 году и мою полгода не прошло так что считая видео свежим но вот и напишите в комментариях вообще как бы насколько зарплаты соответствует тому что указано в видео программисты да это понятно как бы так что или давать и не только английский язык но и языки программирования вообще целом вкладывайте время и ресурсы свое образование высококвалифицированные специалисты пользуются спросом во всем мире им не нужно ездить на заработки в другие страны они у себя на родине могут получать отличную высокую зарплату кстати сил да ребята все правильно сказал вот этого последнего слова до учиться никогда не поздно особенно полностью поддерживаю английский язык это вообще как базу уже прям надо знать прям по-любому и программирование прям очень было бы неплохо если узнать но блин это вот ребята если кто-то меня слушать молодые ребята да давайте дерзайте потому что когда ты уже в возрасте да ну в каком-то да таком более-менее там то ты все обрастаешь всякими там проблемами работами ипотеками и все такое тебе надо больше работать чтобы ты ипотеку оплатить это такой пример частном случае и таких случаев вообще полно миллионы как ну все так живут а пока ты молодой пока у тебя как бы еще грубо говоря за спиной ничего нету у тебя все только впереди да поэтому прям надо рвать и кто еще не учат английские ребята даже если случится самый плохой сценарий и вам придется уехать из страны вынуждены будете покинуть чтобы где-то что-то попытаться ну почему плохой может быть это будет и для кого-то хороший сценарий то знание английского языка да я думаю что я вам говорю все это все прекрасно понимают а вот программирование да в принципе можно и в своей стране жить а можно вообще на острове жить да где-нибудь я не знаю как вот это вот есть остров такой хайповый где все программисты живут блин прям вылетело с головы но я думаю у меня по напишите в комментариях где в основном вот эти вот фрилансеры сидишь себе на острове и в компьютере работаешь пожалуйста удаленно да не работа а сказка ну конечно же там скорее всего есть какие-то свои подводные камни минусы плюсы как везде но в целом это не на заводе там пахать у станка на так что ребята основное короче вот я делаю вывод под этим видео до подвожу черту пока мы молоды дерзайте да и вообще делал на не возрасте а в принципе есть ты хоть что-то поменять надо короче действовать и дерзать так что ребята давайте всем желаю удачи в ваших начинаниях пишите в комментариях все что вы думаете по моей реакции по этому видео кто не подписался ребят подписывайтесь на канал всем удачи пока